МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Автобусы 5 маршрута не вышли на линию. Мэрия предлагает возить Ачинцев на откровенном хламе. Экологический класс машин теперь опустили до нулевого. Депутат райсовета потребовал к ответу главу Евгения Розенчугова. Проблем куча, а чиновник на работе не появляется. По-другому это как террор против жителей Ачинского района не назвать. Этот участок был заброшенный, неприглядный. А сейчас можно отдохнуть. Так приятно посидеть спонтан. Ачинский вокзал теперь не только станция. Сюда на свидание и для красивых фотографий. Железнодорожники завершили благоустройство сквера перезданием. Автобусы 5 маршрута сегодня не вышли на линию. Это рейс из Шанхая в Мазуль. Пассажиры уже давно жалуются на перебои. Но сегодня получился вообще коллапс. Узнать, что произошло, у руководства 4 линии нам не удалось. Директор Иван Нестеренко не отвечает на звонки. А сам он в Красноярске. По нашей информации, мэрия сегодня обзванивала другие фирмы, чтобы подхватили маршрут. И сегодня же на сайте администрации появилось извещение, что принимаются заявления перевозчиков, а также просто индивидуальных предпринимателей на обслуживание маршрута на временных условиях до середины декабря. Замечу, что в мэрии, похоже, включен режим диареи. Но, во-первых, чиновники принимают заявки в один день и в этот же день рассматривают. По информации, на 16 часов не было ни одного желающего. Во-вторых, требования к транспорту опустились ниже некуда. Экологический класс автобусов выставляют нулевой. Это откровенный хлам, который дымит сильнее, чем пропанты. Напомню, телеканал ОСА еще год назад рассказывал про мутную схему с появлением 4 линии. И тогда же мэр Илай Ахметов обещал горожанам новый автопарк экологического класса Евро-5. Но до Ачинска они так и не доехали. Зато ачинцы почти год мучаются со скандальным перевозчиком. Мэрия почему-то с трудом расстается с этой фирмой. Хотя из Красноярска ее с треском прогнали власти. Думаю, и завтра пассажиры «пятерки» могут не дождаться автобусов вовремя. Дарья Потехина, Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин. Новости телеканала ОСА. Районный депутат Роман Муковозов сегодня сделал политическое заявление телеканалу ОСА. Он потребовал отчета от главы района Евгения Розенчугова за 2017 год. Напомню, что прошлый отчет за 2016 депутаты ждали полтора года. Муковозов уже написал Розенчугову, предлагает отчитаться 28 июня на очередной сессии, где как раз и будут решать проблемы района. Проблемы решаются очень сложно, поэтому я требую его отчета, чтобы задать ему вопросы, чтобы он мог нам ответить, какие-то есть у него пути решения или нет каких-то путей решения сложившейся ситуации вообще в районе. Одно из главных – это пассажироперевозки в Ачинском районе. Вы все сейчас знаете, что это коллапс. По-другому это как террор против жителей Ачинского района не назвать. Глава у нас сегодня фактически на рабочем месте за 2018 год находился в считанные дни. Ну, может быть, были уважительные причины – больничный, отпуск и прочее. Но, тем не менее, это не в районе ситуация, а от этого только ухудшается. Поэтому здесь должен быть крепкий хозяйственник, который должен принимать решения, беря на себя ответственность. А сегодня мы этого не видим. Напомним, районные власти находятся в затяжном и глубоком кризисе. Часть народных избранников не согласны с работой чиновников. Вернее, как они считают, бездействием чиновников. Те в ответ блокируют все решения райсовета через подконтрольных депутатов. В таком ключе, как сейчас, работать невозможно. Полный раздрай и лоббирование интересов администрации некоторых депутатов. Несмотря на то, что чиновники во главе с Розенчуговым подконтрольны и подотчетны райсовету, исполнительная власть уже неоднократно вела себя как подросток неслух. Так что Роман Муковозов не исключает, что Розенчугов проигнорирует требования депутата. В таком случае, говорит Муковозов, у него еще есть козырь в рукаве. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Дорогу жители Зеленой Горки забросили во время строительства. Дело в том, что строители столкнулись с непредвиденной преградой. Разрыли скотомогильник. И все бросили. И технику отсюда сняли. Увезли на авторосе есть тот, который нам не нужен. Вот они бы делали, не делали. Местные жители говорят, а находки дорожников узнали и они. Чуть не по всему району пошел жуткий запах. Дорожники временно свернули все работы. Вот 35 миллионов выделено на эти цели. А доведут, не доведут до нас дорогу, как бы непонятно. Сейчас вот раскопали здесь, бросили кости кругом. И непонятно, что и как дальше будет. Теперь они в другом месте копают. Просили, просили. Просили, в другом бросят и все. Там в другом месте бросят. Деньги кончились. Все, до свидания. Ни света, ни дорог, ничего вам не будет. Сидите, жители Зеленой Горки, как хотите. Дорогу в Зеленой Горки строит фирма «Стройтехникс». Представитель подрядчика Сергей Гуртовой рассказал, они сделали все по инструкции. Работы прекратили, на место вызвали ветврачей, которые взяли почву на анализ. Как объяснила Марина Белокур, главный ветврач – это не скотомогильник. Здесь предположительно складировались только рога и копыта с бывшего мясокомбината, который закрылся еще в 70-х годах. В пробы почвы с места взяты идет исследование. Первые два этапа исследования говорят о том, что сибирской язвы там нет. Окончательный результат анализа почвы будет готов не раньше конца июня. А само место, уверяет Марина Белокур, надо консервировать. Другими словами, зарывать. Едкий запах еще добавляет и хлорная известь. Ею специалисты провели дезинфекцию останков. Что касается стройки, то сегодня работы возобновились. А жители Зеленой Горки больше обеспокоены не соседством с бывшим мясокомбинатом, а тем, что долгожданную дорогу строят в стороне, где никто не живет. А нас не спросили жители, надо нам эта дорога или нет. Я живу вон там, в начале улицы. У меня четвертый участок. А мне дорогу здесь предлагают. Да она мне нужна. Я вот по этой дороге ни в жизнь не поеду, потому что она мне здесь неудобна. У меня четвертый участок. А здесь какой участок? 38-й. Ой, напомню, землю в новом микрорайоне мэрия раздавала многодетным почти 10 лет назад. Некоторые семьи уже обжились, но ни света, ни дорог, ни воды тут нет. В этом году через депутатов Госдумы и Заксобрания были выделены 35 миллионов. Это меньше половины от необходимой суммы. Слабым утешением для людей будет ответ, что эта стройка только первый этап строительства дороги. А когда будет второй этап, остается загадкой. Дарья Потехина, Вильдан Калимулин. Новости телеканала ОСА. Первые Вачинские. С 23 июня по 1 июля. Фантастически зрелищная программа «Цирка Шапито Крокус». Белые львы. Леопарды Африки. Цирк расположится у стадиона Олимп. Гипермаркет «Маяк». Проезд авиаторов 5А. Свинина охлажденная 189,90. Уголь древесный 39,90. Электрочайник 469,90. Проезд авиаторов 5А. Я не только многодетная мама, но я еще автолюбитель. За рулем 15 лет. Люблю хорошие дороги и качественный бензин. Поэтому заправляюсь на Красноярск нефтепродукт. Плюс всегда можно купить в магазине сопутствующих товаров что-то ребятишкам. Так что мы за КНП. КНП. Качества, проверенные временем. Компания ДЭС-Сервис предлагает физическим и юридическим лицам услуги противоклещевой обработки территорий и дачных участков. Дезинфицирующие средства для индивидуальной защиты и хозяйственных нужд. Телефон 5-00-38. Ватчинские краи работают горячие телефоны по вопросам здравоохранения. Записывайте куда можно пожаловаться на работу поликлиник и прием врачей. В Минздраве звонки принимают по взрослой помощи 222-03-37, по детской 222-03-47 и по лекарственному обеспечению 222-03-78. Звонок по межгороду платный. В Ватчинском перинатальном центре работает диспетчерская служба, куда можно сообщить о недостатках в работе или поблагодарить врачей. Телефон 682-58. Круглосуточно и бесплатно. Коммунальщики пока не могут установить причину аварии в Юго-Восточном районе. Накануне телеканал АСА показал, что вода залила проезжую часть на профсоюзной. Как объяснил главный инженер теплосети Анатолий Ковалев, вчера и сегодня специалисты работают на месте. По его словам, в этом месте нет труб тепла и водоснабжения, есть только канализация. Однако стопка идет, как положено, по лоткам, а вода не пахнет. Рабочие продолжают искать порыв. 21 июня в четверг Ачинцы могут присоединиться к юбилею российской полиции. Человеки отметят 300-летие. Для горожан устроят праздник у здания УВД на Гагарина. С двух часов дня тут работает фотозона, выставка спецтехники и оружия. Проходят конкурсы для взрослых и детей. А еще будут выступления кинологов. В полчетвертого запланирована показательная программа красноярских спецназовцев из отряда «Гром». Зрелище обещают, как в боевиках. Недавно телеканал ОСА стал доступен абонентам Ростелекома. Потенциальная аудитория нашего канала увеличилась почти на 20 тысяч квартир и домов. Теперь жители Ачинской района могут посмотреть наши новости, сюжеты, интервью на 24-й кнопке. И это еще не все. Сейчас расскажем, что еще интересного и нового ждет наших зрителей в сети Ростелеком. Компания усовершенствовала техподдержку для абонентов. Теперь она доступна 7 дней в неделю с 8 утра и до 10 вечера, что позволяет вне зависимости от праздников и выходных решить какую-либо проблему с подключением или просто проконсультироваться. Сейчас жителям Ачинской района, которые являются абонентами Ростелекома, доступна IP-ТВ. Эта функция похожа на смарт-ТВ, только в ней есть еще и ряд преимуществ. Есть функция мультискрин. Мало кто знает, но, к примеру, вы, находясь за границей или в командировке, можете спокойно посмотреть ваши телепередачи, ваши фильмы, которые вы либо заказали, либо подписались на какой-то канал через устройство типа планшета, компьютера или смартфона. Вторая функция – это рейтельский контроль. Самая популярная и самая любимая для наших абонентов функция называется управление просмотром. В ней ряд функций. Первая – вы можете остановить, постоять на паузу, можете перемотать определенные вам, ну, допустим, если вы где-то уже, либо реклама, либо какой-то фрагмент вам неинтересен, можете это перемотать. Или вышла телепередача, которую вы пропустили, хотите посмотреть, и она вышла в течение 72 часов до выхода в эфир. Вы можете ее просмотреть без каких-то проблем. А если зрители телеканала АСА вдруг не успели что-то посмотреть, то они в любое время могут зайти, нажать кнопочку и посмотреть ту или иную. Абсолютно верно. Добавлю, что функция управления просмотром в первый месяц предоставляется в тестовом режиме и оплата не начисляется. Компания работает не только в городе, но и в районе. План их подключать не только многоквартирные дома, но и частный сектор. Напомним, что основной офис Ростелекома по обслуживанию находится в первом микрорайоне. Открыт и дополнительный на 5 июля. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. Новости телеканала АСА. Новая причулымка. Продуктовые корзины, комплекты постельного белья, покрывала, пледы. Спешите подписаться на новую причулымку и принять участие в акции. Подробности в газете. Телеканала АСА перелетает в лето. 22 июня по всей стране день скорби. Именно в этот день фашистская Германия напала на Советский Союз. К памятным акциям присоединяется и наш город. Свеча памяти. Акция, которую организовали волонтеры Победы из молодежного центра Сибирь. Мы будем зажигать свечи на площади 65-летия Победы, которая расположена на третьем микрорайоне. Также будут зажигаться свечи на скорбящей матере. Присоединиться можно очень просто. Либо это же во время вместе с нами, либо просто в течение дня, если есть свободное время, прийти самостоятельно, зажечь свечу, тем самым оставить след. Примерное время проведения акции 6 часов вечера. И повторюсь, прийти на акцию, возложить цветы, зажечь свечи может любой желающий. Анна Ахметова, Вильдан Калимуллин, новости телеканала САСА. Благоустройство сквера напротив второго этажа ЖД вокзала завершилось. Одной из достопримечательностей является эта скамья для влюбленных, на которой любят фотографироваться семейные пары. Также здесь появилось 4 скамейки в зоне отдыха и уличное освещение. Доработали фонтан, сменили фильтры, форсунки. Все для того, чтобы горожане и гости нашего города хорошо здесь отдыхали. Со слов Игоря Мокина, главного инженера НГЧ Ачинска, все в сквере сделано собственными силами железнодорожников. Все изделия изготовлены полностью работниками дистанции, своими руками. Никаких подрядчиков не было? Подрядных организаций не привлекалось абсолютно. Есть свои умельцы за счет средств РЖД. Ну, примерно около миллиона. То есть это просто приобретение ушло на материал. У нас художник доработает глухаря, мы его сюда установим. В этом году постараемся изготовить еще что-нибудь поставить. Пока не знаете? Пока не знаю. Мыслей много, фантазии много. За полчаса, что наша съемочная группа была здесь, через сквер прошло более 20 человек. Люди отдыхали, фотографировались, любовались фонтаном. Очевидно, им здесь нравится. Ну, этот участок был заброшенный, неприглядный. А сейчас можно отдохнуть. Так приятно посидеть в фонтан. Схамеечки такие хорошие. Русослов нет. А за кадром добавляли. Везде бы так в городе было. Дарья Потехина, Александр Сиделев. Новости телеканала ОСА. 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 Продолжение следует...